Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Добрый вечер, Гомель». И мы приветствуем всех, кто смотрит сейчас телеканал «Беларусь-4». В студии Светлана Князева и Александр Гамоля. Не так давно в бразильском Рио-де-Жанейро состоялись летние Олимпийские игры 2016. Весь мир на протяжении двух недель следил за спортивными баталиями, которые разыгрались между спортсменами практически всех стран и континентов. Приятно, что белорусская Олимпийская сборная на Олимпиаде выступила достойно. У нашей команды 9 наград. Одно золото и по 4 серебряные и бронзовые медали. И, конечно же, нам, глядинчанам, приятно, что треть содержимого копилки достижений Олимпийской сборной завоевана спортсменами Гомельской области. И, конечно же, мы не удержались и воспользовались возможностью пригласить сегодня к нам в гости некоторых из этих выдающихся людей. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» уроженка поселка Зябровка, чемпионка Европы по женской вольной борьбе, а также серебряный призер Олимпийских игр 2016 Мария Мамашук. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. И тренер Мария, серебряный призер Олимпийских игр 1992 года Сергей Смаль. Добрый вечер, господи. Добрый вечер. Ну, разрешите вас первонаперво поздравить, Мария, с этой медалью. Это серьезное достижение. Огромное вам спасибо от всех гомельчан за эту победу. И не только гомельчан, от всех белорусов. От всех белорусов. Мы считаем, что это действительно важное и значимое достижение в спорте. Спасибо большое. Очень приятно. Нам как приятно, Мария. Расскажите, пришли ли вы уже в себя после такой победы? Что чувствуете? Ну, прихожу, наверное, только постепенно. Потому что осознание только сейчас приходит, что есть серебряная медаль. Но это, наверное, не то, к чему я стремилась. Мы ехали туда за золотом. Так что, ну, за счет поздравлений, за счет такого внимания, это и приходит, что я заработала, мы заработали с тренером такую медаль. Конечно, это весомое. Конечно, хотелось лучшего золота, но это тоже очень хорошо. Тем более, это впервые вообще у нас. Впервые в истории женской борьбы в Беларуси. Да, поэтому вы первая. Как вы оцениваете свои выступления вот до финала, да, в процессе вот турнира? И, конечно, уже финальная схватка. До финала все хорошо. Мне все, ну, мне все, можно сказать, нравится. Финальная схватка, ну, для меня ужасная. Можно сказать такое, может, грубое слово, позорная схватка. Я думаю, что это для тренера тоже так же. Это наш проигрыш. И мы еще до конца не анализировали эту схватку, но будем еще работать над этим. И в дальнейшем, я думаю, все получится. Я даже слышал, вот, что вы даже не смотрели еще видео этой схватки, потому что, как бы, то ли нервы себе не желаете щекотать, то ли пока еще не готовы к этому. Для меня тяжело сразу смотреть проигрышные схватки, тем более такого уровня. Но я думаю, через месяц, через два я соберусь и посмотрю эту схватку, потому что это нужно сделать, чтобы посмотреть, где я что-то упустила, как работать дальше. А как шло ваше выступление вот до финальной схватки? То есть вот вы прошли такую, скажем, фаворитку, наверное, этого турнира, соперницу из США. И в итоге как? Наверное, чувствовали себя уже готовы к финалу, но что-то пошло не так? На каждую схватку я настраивалась, как на последнюю. Здесь, ну, ты не смотришь, кто дальше. Я даже не знала жеребьевку вообще, с кем я буду бороться дальше. Мне тренер говорил, вот ты первую с тем-то борешься, через 20 минуты больше с тем-то. Это каждая схватка как последняя должна быть, а как борьба за медаль. Так что я не стала каких-то там запредельных себе целей, что я должна тут-то, тут-то следующий отбороться. Я выходила, делала свою работу, как могла. Ну, финальная схватка, да, что-то пошло не так. И я думаю, мы будем разбираться. Ну, вот с Селиной Пирожковой, можно сказать, победа была такой волевой, да? Вы вначале по очкам проигрывали 0-1, потом рискнули, отыграли очко. В итоге, значит, стали навязывать свою борьбу. И как финал 3-2 по очкам. Да, просто я до этого с ней боролась и проигрывала ей два раза. Это в какой-то степени, это я преодолела себя, это даже, как сказать вам, это вот какой-то успех, мое соревнование тоже даже над ней. То есть я превзошла ее вот на данном этапе этих соревнований. Это дает больше уверенности в себе дальше. Ну, и немножко это была нервная такая схватка. Тем более, вот там пару таких моментов, в которых, я думаю, что непроявлен характер, желание победить. А чувствовала, что она смогла собраться. Да, такие моменты были спорные, где вот кто проявит больше инициативы, тут и выиграет в этих положениях. Соответственно, и схватка. Ну, у нее больше этого схватило всего. Ну, и с риса какова, и тоже на одном из чемпионатов вы встречались, и тогда схватка тоже, к сожалению, не в вашу пользу завершилась. Как считаете, что можно здесь говорить? Японка прибавила мастерства, либо, может быть, волнение ваше сказалось? За счет волнения не могу сказать, что я там волновалась сильно. Но оно всегда присутствует. Минимум волнения есть. И за счет мастерства, ну, все растут, никто не стоит на месте. Она растет, я расту. Просто где-то тактически. В этот момент она была у меня быстрее. Только, наверное, за счет этого. Где-то это моя ошибка, что я, может, не нашла к ней подход, как подобраться к ней, как с ней лучше отбороться и выиграть. Сергей Немович, как вы со стороны это наблюдали? Ну, еще вот именно, что тут все, наверное, упирается в то, что где-то перегорело. Особенно вот именно, что тут непонятно в какой момент. У меня складывается впечатление, что где-то после перерыва сразу же еще где-то вышло на ковер, все нормально. А потом что-то потерялось немножко в пространстве. И вот уже было движение совсем непонятное мне. Например, по крайней мере. Ну, это я вот, как она правильно сказала, что пускай еще отдохнет, снимет в себя этот груз. Переваливается, работа над ошибками будет. И где-то, может быть, быстрее поймет, что же происходило там на ковре, потому что иногда этого просто объяснить невозможно. Даже самому себе. Ну, это вот нужно посмотреть со стороны видео, себя увидеть и вспомнить те моменты, где ты что-то неправильно сделал в сфатке. Ну, это, я же говорю, это будет буквально через пару месяцев. А с каким настроем? С таким же, вот, до последнего вы подходили к финалу? То есть... Да. Я вот, перерыв перед финалом, я хорошо размялась. Вот мы с тренером размялись. Я была готова, я была спокойна. У меня не было такой тревоги или там волнения. Я вышла на ковер и хотела победить. Я хотела выиграть, но не знаю, почему, что вот пока еще пошло не так. Так что... Вот и по моим ощущениям то же самое. Не было видно того, что человек горит, мандражирует, боится. Этого ничего не было видно. Ну, вот второй период, он уже... Ну, по борьбе сложился так, получается. Я сейчас не могу даже вспомнить. Я тебе потом напомню. Подсмотреть, да. Будешь готова. Чуть позже, да. Сергей Николаевич, как вы восприняли серебро вашей подопечной? Вы тоже когда-то в Барселоне завоевали серебряную медаль. Вот, и многие люди знают вас именно как серебряного пизера Олимпийских игр 1992 года. Как вы оцениваете результат? Это уже был значительный результат. Я думаю, где-то уже фотографии есть там, как я это воспринял. С какими эмоциями это было? С какими эмоциями. Нет, ну не финальная схватка. Тебя спрашивают только полуфинальная. Полуфинальная, да. Да, тут уже сравнения, конечно, не... Вот именно, что... Разнятся очень сильно, да. Полуфинальная и финальная. Совсем другие ощущения. Ну, конечно, радость того, что уже... Минимум серебряная медаль уже есть. Уже... Уже к вашему... Да, уже догнала. Уже догнала. Ну, вообще не совсем догнала. Ну, по крайней мере, чемпионом Европы я никогда не становился. Уже... Уже в этом хотя бы перегнал. Хотя бы я за раз был призером. Ну, вот ваша заслуга тренера. Ну, вот, например, в плавании, когда спортсмен-плавец приходит вторым на финиш, да, это воспринимается все равно как достижение. А борьба – это единоборство, да. И вот, когда идет спор за первое место, второе всегда считается поражением. Так ли это? Так оно, по большому счету, есть. Ты проиграл за первое место, а за третье место ты выиграл, как бы не было. Правильно. Ну, что-то такое же было и в Барселоне. Вот Сергей Демешкевич так расстраивался, что он стал третьим. Мне пришлось его вот успокаивать такими словами. Вот именно, что... Это ты, говорю, ты выиграл. Это я проиграл. Да, второе, пятое место самое обидное. Ну, второе у тебя есть медаль. Ну, пятое – это совсем уже обидно. Ну, да, ну, за второе у тебя есть медаль, но за третье тоже очень обидно. Не знаю, конечно, Мария, как для вас, но для нас это вообще большая радость. Для всех гамичан, особенно болельщиков, я думаю, что второе место – это просто космос на Олимпиаде в Рио. Мария, а как вы себя мотивировали перед схватками? Ну, вот что, вот как? Кроме стоять до последнего. Может быть, еще какой-то секрет от Марии Мамашук? Просто это труд, это та работа, к которой мы шли. Это те годы, четыре года, вот если взять этот цикл, да. Это должно быть какое-то было вознаграждение того, к чему я шла. И слезы были иногда, правда. Это какое-то вознаграждение, я говорю, за этот труд, за который... То, что за меня болели, переживали и верят в меня, это придавало силы и мотивации, что я должна показать, что я могу... Наверное, вот это. На протяжении турнира чью поддержку вы ощущали больше всего? Поддерживали меня многие. Это мои родные, близкие, это друзья. Это страна наша, потому что много было сообщений на протяжении всего турнира. Это... Ну, я, правда, не отвечала, но видела, что... Даже те люди, которых я буквально, там, не знаю, три года с ними не общалась, ничего, даже которых я не знала, откуда, думаю, мои телефоны узнавают, что пишут, поздравляют. Даже то, что я выиграла одну восьмую, одну четвертую, ну, очень сильная поддержка. Кому удалось с первым вас поздравить с победой? Кроме тренера, наверное. Кроме тренера? Я не могу выделить... Я знаю, там было короткое поздравление. Было тренера, да. Ну, не могу кого-то первым выделить, потому что все поздравления были, знаешь, говорю, по сообщениям. И кто там первый поздравил меня, не могу сказать. Я говорю, родители, мама моя, мой молодой человек, его родные, друзья. Мой Бабей Петр Павлович, вот мой первый тренер, да. Все поздравляли. Уже потом, на следующий день я уже принимала звонки, как-то вот так. Ваша мама, на самом деле, тоже очень переживала за вас, за то, как вы продвигаетесь по турнирной лестнице. Поэтому у нас есть сюжет, давайте посмотрим. За Марию Мамашук болела не только мама, но и вся деревня Зябровка. Новость о том, что спортсменка взяла серебро, стала главным событием. Мама медалистки вспоминает, как в день соревнований она практически не отходила от телевизора. А каждая схватка была испытанием не только для Марии. Плакали все, все. Первая схватка, плачет, звонит. Директор мне позвонил. Тоже волновался, переживал, говорит, Валентина, говорит, вторую выиграла. Тоже это ему вот смотрели. Я сначала не посмотрела, а потом третью схватку посмотрела. Ой, и сама тоже вместе с ними платки побрали, ревели, конечно. Очень переживали за нее, очень. Замиранием в сердце за успехами Марии в Рио следили и коллеги-мамы преуспевающей спортсменки. Валентина Мамашук рассказывает, каждый день на работе друзья делились впечатлениями и радовались Машиным победам. На работе я приехала, мне все начали, весь коллектив мой, короче, расцеловал меня. В первую очередь пришел директор, приехал, зашел в цех и поздравил меня, естественно. Потом собрали меня у него в кабинете, поздравили еще с цветами и сказали еще Маше, чтобы приехала, соберемся все вместе, поздравим Машу. Естественно, подарки купит фабрика, подарит ее, вот все. Путь к успеху Марии нельзя назвать легким. Увлечение девушки неженским видом спорта мама поначалу не воспринимала всерьез и даже представить себе не могла, что когда-нибудь ее дочь поднимется на олимпийский пьедестал. Смотрю, пришла, вот я записалась в секцию борьбы. Я говорю, ты что? Среди девочек только это я одна, да. Но я, конечно, против была. Потом пришел уже бабей ко мне, мы с ним поговорили. Я говорю, ну, если понравится, нехай входит. Валентина Мамашук признается, что медали и наград у ее дочери накопилось столько, что трудно сосчитать. Борьба для Маши – это уже давно не просто увлечение, а скорее стиль жизни. С самого детства энергичная девушка мерилась силами с мальчишками и сама решала любые уличные споры. Именно напористость и смелость характера приметил в начинающей спортсменке ее первый тренер. Сильная школа плюс работоспособность дали результат. Сегодня Мария Мамашук – чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр 2016. Переживали очень сильно. Ну и, конечно, в день борьбы всем школьным нашим коллективом, составом, тренерским. Мы наблюдали все онлайн за всеми этими перипетиями, схватками. Ну и, конечно же, довольны безумно, потому что это результат. Это наша звездочка в большом спорте. На утро после финальной схватки в Рио Валентина Мамашук поздравила дочь с серебряной олимпийской медалью и передала спасибо от всей Зябровки. Но главным событием стал приезд родной спортсменки домой. Теперь в планах отдых. И только потом новый сезон тренировок, новые старты, победы и, будем надеяться, олимпийское золото Токио. Медали, как говорится, профухолы золотые, но довольны, что серебрые. Вы чувствовали вот это вот ощущение, что за... Ну да, говорили, что Зябровка вся за вами, в том числе, поселок, да, чувствовалось? Ну, ощущалось, конечно, от мамы. Вот она держала со мной связь, писала, что все болеют, что все переживают, что я для них лучше. Конечно, ощущается, от всех ощущается. Это поддержка большая, которая тоже немаловажна. Очень много говорили и писали в СМИ, что вот обстановка, атмосфера была напряженная на этой олимпиаде, да, особенно это чувствовали российские спортсмены, белорусские тоже в частности. Как вы вообще восприняли эту олимпиаду, какие впечатления, ощущения остались? Я думаю, если на это сильно обращать внимание, то кто тебя может выбить, как сказать, из колеистовой, да, это... Это могло повлиять на твой результат, если надо уметь как-то абстрагироваться от этого. У тебя есть цель, ты должен идти, к ней ты приехал выполнить свою работу, свою задачу, и все. Если на внешние какие-то факторы обращать внимание, то независимо, какой бы был бы результат. Правильно, Мария. Сергей Николаевич, что вы можете дополнить? Что я могу сказать? В олимпийской деревне как-то ничего случилось такого, что там прессинг, давление какой-то откуда-то исходит. Успели посмотреть вообще Рио? Либо вот это все, что в олимпиаде, это чисто схватки, турнир, деревня, опять ковер. Я не посмотрела. Нет, а почему решили только вот приехать на выступление и сразу уехать? Мы знаем, что вы приехали именно к турниру, даже не были на открытии. Ну, во-первых, по адаптации мы приехали прямо взвешиванием, чтобы не затягивать адаптацию. У нас был уже такой опыт. Да, в Америке, так что решили, что можно, нужно, как можно короче промежуток это делать. То есть, как-то адаптация затягивается, и это потом... Да, тут где-то и морально можно уже устать за это время, если там неделю-десять не находиться. Так что... Мария улетела, а вы, Сергей Николаевич, у вас... Да, ну меня так доставили, да, немножко до упора уже. И Гагиев сказал, что будешь сидеть тут. Я уже перепугался, что действительно буду сидеть, раз не могу готовить золотую медаль. Как проводилась подготовка, Мария, вот до Олимпиады? На что делался упор? Были ли тренировки интенсивными? Это к вам вопрос, Леонид. Хорошо, ко мне. Ну, во-первых, когда уже завоевала именно лицензия, то тут и стал вопрос, что руководство набросается примерный план. Покажите, как вы собираетесь готовиться, где готовиться, в каком формате. Ну, вот и мы поговорили, посоветовались с Марией, в первую очередь. Что за границу мы не ездили. Результат нормальный. Значит, нечего нам куда-то ехать, выдумывать велосипед. Ну, акцент был больше на функционалку. Технические действия тоже. Даже вот все-таки те спортсменки, которым она когда-то проигрывала, она все-таки, я скажу, что более-менее уверена, их пообошла. Значит, работали в правильном направлении. Работает то, что у нас уже есть. Ну, я сказал, что мы уже нового ничего не придумаем. Надо сделать то, что у тебя есть, оптимальным. Качественным. Конечно. Ну, после того, как Мария завоевала серебро, да, вот многие стали давать этому оценку. И было мнение, что, может быть, недостаточно было количество спаррингов с сильными соперницами. Вот здесь уже, в Гомеле. У нас хватало, тем более у нас было трое-четверо ребят, с которыми и со сменой их, и по минуте. То есть даже с ребятами, Мария? Да, там. Я в основном с ними работаю, с ребятами. Почему так происходит? Нет конкурентов среди женской категории спортсменок? Ну, для Марии в Беларуси особо конкурентов нет. Да. Скажем так. Да. Конечно, мужчины сильнее, да, более достойно. Поэтому приходится, вот нам договориться, чтобы уже нам выделили ребят для подготовки к Олимпийским миру. Как бы ни было, это все сложилось. Вот и можно сказать спасибо ребятам, что они со мной работали. Это тоже ихняя заслуга. Ну да, подставиться под удары. Ну и, конечно, сказать, да, благодарность вот в лаборатории университета нашего, которые несколько раз тестировали Марию, давали рекомендации, смотрели в какой она форме, на каком уровне мы готовы дальше работать. Так что все, по большому счету, сложилось хорошо. Единственное, да, я хотел немножко чуть больше объем сделать, но длиннее. Ну, как у нее уже организм реагировал, что приходилось, да, немножко сбавлять нагрузку. Тут уже никуда не подпишешься, результаты показывают, что человек уже находится на грани перегрузки. То это, конечно, тут надо регулировать вопрос. Лучше не доработать, чем переработать. Ну, как там еще говорят, да, от работы конь не дохнут, но что там в этом есть. Мария, когда мы говорили о том, что все очень болели за вас, переживали, радовались, то мы не лукавили. И вот и гомельчане, и жители Гомельской области, и жители нашей страны. У нас есть сюжет о том, как вас встречали в Минском аэропорте. Давайте посмотрим. Дорогая Мария, в связи, что поздравляю тебя с воеванием серебряной медали Олимпиады 2016 года. В этом сезоне ты решительно ворвалась в элиту мировой борьбы и подтвердила свой высочайший класс на главных играх 4-х лиц. Твоя медаль, настоящий прорыв, первое значительно олимпийское достижение белорусской женской борьбы. Уверен, что это начало большого пути, впереди теперь ждет много ярких побед. Так держаться. Желаю тебе крепкого здоровья, счастья и новых успехов. Александр Лукашенко. Кто вас встречал? Расскажите, кто вот все эти люди? Это моя мама встречала, наше гомельское руководство встречало. Мой первый тренер, Бобей Петр Павлович, Жангиров Георгий Рутюнович, который тренер на училище Лепестского резерва работает. С Караваем встретили меня, по дороге кушали его. Было очень радостное событие. Конечно. Мария, чьи поздравления вам запомнилось больше всего и как вас встречали, поздравляли на гомище у нас здесь уже, когда вы приехали? Не могу чего-то выделить поздравления отдельно, потому что каждое поздравление очень приятное. И каждый поздравил как-то по-особенному мама, в первую очередь. Она ехала со мной. Она меня и дома там уже в зябровке блинчиками встречала. Но так каждый, даже друзья друзей, через кого-то кто-то поздравляет и передает, на улицах тоже поздравляет. Узнают люди очень приятно. И какое-то отдельное поздравление не могу выделить, потому что каждое поздравление это супер просто. Да, каждый старался искренне, наверное, от души сказать добрые слова. Ну а как встретились здесь тоже, наверное, и руководство области? Руководство, вот оно, меня в Минске встречало еще, да. Но поздравили, как бы так, еще до многих никого не дошла еще, потому что особо на расхват не успевают до всех добраться. Ну вот как мама сказала в выпуске, что директор поздравил фабрики ее подарком ценным. Это приятно. Это, ну да, подарки получать, наверное, всегда приятно. Ну а так, пока вот говорю, что потихоньку до всех добираешь только. Ну да, поздравление еще сыплется, наверное, до всех. Да, поздравляют и звонят, и хотят все увидеться, все хотят медаль потрогать, фотографироваться. Так что все в процессе еще. Ну я думаю, что руководство тоже готовится еще к этому. Да. Как ее встретить, вот именно что, как ее отблагодарить, наверное, так? Да, да, конечно. Мария, есть еще один замечательный человек, который не меньше родных и близких следил за вашими достижениями. В Рио болел всем сердцем на протяжении всех схваток. Это ваш первый тренер Петр Павлович Бобей, так? Угу. У нас есть маленький его комментарий по поводу того, как он оценивает ваше выступление и что думает на этот счет. Давайте посмотрим. Эмоции хорошие. Конечно, хотелось и золота. Но, так говорится, хотеть не вредно. Надо работать. Есть над чем работать. Я думаю, золото еще будем иметь. Понравилось ее, что она до конца ей сказал. Когда она выезжала, успокаивается тогда, когда ты встанешь в педисад почета, медаль тебе оденут. И спустись из педисада почета, не расслабляться, потому что можно упасть. Поэтому она молодец. Когда я ее взял в четвертом классе, я посчитал, что только имея три качества у нее, трудолюбие, первое, что я у нее определил талант, трудолюбие и цель у нее. Она тогда мне сказала, что я буду иметь за олимпийскую медаль, если будет чемпион олимпийский кир. Я говорю, Машенька, все будет. Мария, какое у вас отношение к первому тренеру? Наверняка он тоже многое дал вам как тренеру. Вложил вас как спортсмена? Очень многое. Благодаря ему я в борьбе. Он уговорил, в конце концов, вашу маму, правда, чтобы она полегче на это все посмотрела? Наверное, через год или даже раньше. Потому что я половину времени, мама не знала, что я ходила на борьбу. Говорила, что на каких-то других занятиях. После того, как он с ней поговорил, убедила ее, она спокойно была уже более-менее. Но с ним у меня сейчас хорошее отношение. Я же говорю, что благодаря ему я в борьбе. И он на тот момент, ну что детям в таком возрасте нужно? Сегодня хочу заниматься, завтра хочу чем-то другим заниматься. Как-то удержал меня, ну, заинтересовывал, чтобы я осталась в борьбе. И сейчас вот в какой-то степени он даже, может быть, и не только как относился ко мне, как к воспитаннице, или как к ученице, а как, может, и к дочке. И сейчас супер отношения. И продолжаем, и вот он и болеет, и переживает постоянно. Как здорово, когда встречаются такие хорошие, нужные люди, правда, в нужное время? Как вообще так получилось, что вы в борьбе? Попала вообще случайно. Девочка завела меня. Вот Петр Павлович делал набор в спортзале. Пошли заглянем, там столько много детей было, вообще такой ажиотаж был. Зашла, как это обычно бывает, столько мальчишек. Ну, через неделю осталась я и пару ребят, и все на этом. Так и осталось в борьбе. Это вот лет 11 вам было? Это был пятый класс, да. Не четвертый, как сказал тренер, а пятый класс это был. Сколько лет под началом Петра Павловича вы провели? До девятого класса, до того, как поступила в училище Олимпийского резерва. Хотя меня пытались привезти в восьмом классе, когда такого класса не было. И вот Николаевич меня очень помнит тогда. А с кем вам легче работать? Вот с юношами или с девушками? Не знаю, на данный момент я уже даже теряюсь догадкой. Или абсолютно нет разницы? Я думаю, что можно было поработать. Ну, все, вы знаете, когда уже в каком-то направлении довольно продолжительное время поработал, то мне на данный момент я уже нашел какой-то подход к Марии. Еще пару девчонок есть, которыми я работаю. Ну да, вот среди ваших воспитанниц есть такие, что послужной список, наверное, тоже очень хороший. Виолита Чирик, вот моя землячка с речицей, в прошлом году была чемпионкой Европы среди молодежи. Перспективная девушка. Наташа Ланько, которая вот на переходной Европе до 23 лет завоевала бронзовую медаль. Ну, люди растут над собой, переходят вот ближе к ее рубежу, наверное, потому что они немножко помоложе. Ну, значит, у них еще все впереди. Мне кажется, Мария тоже хотела где-то в прошлом году, в позапрошлом уже что-то там 100 медалей таких, чтобы побольше было. А не всегда это получается. Иногда, да. Где-то еще надо потерпеть, поработать. Ну, вы им поможете, и все у вас получится. Ну, по крайней мере, я стараюсь это сделать. Да. Ваша мама Мария, наверное, не хотела, вот мы и по сюжету это поняли, и так по разговору, что она не очень хотела, чтобы вы занимались борьбой. Да, она переживала сильно, вот, и как она все эти синяки и ссадины воспринимала? Не было ли у нее желания обрубить? Она переживает и сейчас, ну, потому что я занимаюсь борьбой. Но то, что делает меня счастливой, наверное, делает ее счастливой. Естественно, то, что все эти разъезды, переживания, мои переживания сказываются и на ней. Но она всегда меня поддерживает, и она знает, насколько это тяжело, насколько путь тяжел к таким заслугам, таким результатам. И старается всячески меня как-то подбодрить, когда бывают и неудачные выступления. Она мама, и как и любая мама, будет переживать за своего ребенка, потому что для нее он всегда будет ребенком. Да, конечно, счастье ребенка, если вам это нужно уже столько лет, и вы идете целенаправленно к своей цели, конечно, она будет поддерживать. Я тоже так думаю. Но вот вы как считаете, борьба это все-таки женский спорт или нет? Или вы исключение? Почему нет? Вообще я люблю борьбу. А то, что я люблю, для меня, мне это нравится. И, ну, борьба с женской становится популярной. Она набирает большие обороты. И борются девочки красиво, показывают красивую борьбу. И, может, она где-то со стороны иногда кажется, что агрессивнее, она, может, мужской. Но девочки стараются бороться до конца и по максимуму. Так что я не считаю, что это прям не женский вид спорта. Сейчас уже, наверное, не то время, чтобы что-то делить, мужское или женское. Сейчас как в детстве какие-то такие межличностные, ну, не на соревнованиях, отношения выясняете с помощью приемчиков? Нет. И слава богу. Наверное, нет. Если какие-то, может быть, у меня эмоции иногда бывают, ну, всякая в жизни бывает какая-то есть, какие-то проблемы, негатив какой-то. Я все оставляю на ковре, пытаюсь все там выложиться на тренировки, чтобы потом быть вне ковра, спокойной и как-то адекватно на какие-то вещи смотреть. Мария, вы человек со вспыльчивым характером? Вообще? Вообще. Ну, как сказать? Сергей Николаевич хочет сказать. Иногда. Ну, естественно. Ну, у меня тяжело, наверное, вывести себя. Ну, хотя это возможно. Нет, в вашем случае это опасно, по-моему, выводите себя. Обязательно кто-то пострадает, да? То есть, я так понимаю, Сергей Николаевич, вам недолго пришлось искать пути-подходы к вашей подопечной? Почему? До сих пор где-то еще это надо искать. Мы совершенствуем все постоянно. Ну, типа того, да. Ну, я скажу, что это притворяется. Я думаю, что это нормально загорается. Особенно, когда на тренировке где-то что-то еще не получается. Ну, просто, что где-то еще молодец, она может себя где-то удержать в руках. Там, задуматься над чем-то. Как перестроиться, чтобы ты не мешала тренировкам и подготовке. А так, вот, заметно, что все кипит уже там. Иногда можно повестись на какие-то эмоции, или когда что-то не получается в тренировке. Это может повлиять в худшую сторону на твой результат. Так что нужно как-то... Тут не видно в каких-то поступках или действиях, что оно кипит. Просто видно по его выражению лица. Ну, хорошо, что если только выражением лица все и заканчивается. Это важно. В основном так и заканчивается, да. А там нужный момент. Мария, скажите, в детстве вот это правда, что вы вступали в спор на улице с мальчишками и доказывали свою правоту? Да, было. И домой приходила и в снегами, и в рваной куртке. Ну, это было не часто, но это было. Это, может, в силу того, что я не хотела показать, что я слабая какая-то, или что я девочка. Девочек можно обижать, или... Какие-то мелкие потасовки, они всегда были. Так что... И вы выходили обычно победить в Книце? Ну, не всегда. Были такие моменты, когда я жаловалась маме. Мама говорит, разбирайся сама, сколько можно за тебя заступаться. Ну, с того момента, наверное, я как-то сама разбиралась, уже ничего не говорила. Сейчас, наверное, есть те мальчишки где-то, которые думают, вот как меня побила серебряная призерка Олимпиады в Рио. Может быть, может быть и есть, да. После приезда из Рио вы почувствовали, что пришла слава? Наверное. Еще в большей степени. Да, не в такой прям огромной степени. Естественно, в спорте, в своем виде спорта, в борьбе, да, я, может быть, где-то превзошла, может быть, как чьих-то ожиданий. Но так, прямо, чтобы я стала звезда? Нет, такого нету. Это просто вы скромные и не болеете звездной болезнью. Ну, не знаю, может быть. Да. Мария, немножко о Сергея Николаевича как о тренере. Характер у него, ну, как вот, жесткий, суровый или он как вот, как о тренере, вы о нем отзоветесь? Сурового, наверное, нет. Ну, со слабым характером таких результатов не добиваются. Ну, жесткий характер, может быть, да. Но суровый нет. Ну, да, правильно говорите, как без этого? Если должен быть стержень, тем более мужчина, тренер в таком виде спорта. Какие наиболее ценные спортивные уроки, вот можете припомнить, вот, за те годы, что вы работаете с Сергеем Николаевичем, он вам преподал? Это, наверное, все. Что-то конкретно выкинуть не получится, как что-то, вот, он сделал, дал мне вот это, и оно прям супер. Нет, это даже какие-то мелочи, какие-то корректировки в ходе тренировки. И не только в тренировочном процессе, это сколько времени, сколько я узнаю, сколько мы работаем вместе, это все ценно. Это вся работа, вот, весь результат, который сейчас, это вся работа на протяжении всего времени, сколько мы вместе. Так что что-то отдельное, нет, это все одно целое, все связано. Сергей Николаевич, спасибо вам. На здоровье. Сергей, спасибо вам, правда. У каждого вида спорта есть свои плюсы и минусы. Вот в женской борьбе, что бы вы отнесли к плюсам, а что к минусам? По влиянию на человека, на личность. Характер, наверное, это формирует характер в первую очередь. Это лидерство, это быть первой, это добиваться того, чего ты хочешь, становиться сильней. Но, наверное, минусов я не вижу. Ну, это, может быть, ссадины, царапины, это такое мелкое. Травмы, да. Травмы есть в любом виде спорта, особенно если жесткие спорты. Без этого, наверное, и никуда не денешься. В профессиональном виде спорта это так. Но со всем можно справляться. Да, это, наверное, единственная травма. Так что, может, какие минусы в любимом деле, правда? Да, никаких, абсолютно. Когда вы ходите на ковер, вот что испытывает борец? Ну, наверное, зависит все от степени подготовки. Эмоции, наверное, от этого зависят. Ну, конечно, спортсмен должен на ковер уже выйти готовым к борьбе. Но тревога все равно присутствует, наверное. Ну, тревога это всегда должно. Только глупый человек не боится, наверное, правильно. Но тут даже не боится, а, наверное, опасается. Это должно присутствовать. Но каждый человек, особенно спортсмен высокого уровня, он должен контролировать свою психику, учиться подготовить себя именно на какой-то ритм настроить, который будет у тебя в схватке от этого. И победы тогда будут. Чего бояться, по сути? Ты выходишь и выполняешь свою работу. Тебе же никто сюда не заставляет идти и насильно тебя иди борись. Ты выходишь, ты это любишь, ты это делаешь. Мария, молодец, слушай прям, я дослушиваюсь. Мария, вы сделали свой олимпийский выбор в сторону с дюшора Гомельского вагоноремонтного завода, так? И 10 тысяч белорусских динаминированных рублей будут перечислены от президентского клуба именно туда. Да, почему? Это потому что первый ваш альбоматор, ваша школа. Ну да, это откуда я начинала. Это моя школа, туда меня привел Бобей Петр Павлович. Вот, как бы они меня до, на протяжении вот до поступления в училище, они меня вели, я представляла ихнюю школу. И сейчас тоже, как бы я к ним отношусь. Там я первый раз на ковре поборолась, увидела ковер вообще, что это такое. Потому что в школе, там где я начинала, это были маты. Так что, только, наверное, поэтому, то, что это мои родные. Давайте послушаем, что по этому поводу думает директор школы Олег Дрозд. Маша связи со школой не теряет ни в коем случае. Она проживает в общежитии нашего завода, постоянно приходит, делится, общается. Человек, она очень общительный, радостный, она умница. А какие воспоминания все-таки связаны, наиболее яркие с учебой в этой школе? Ну, вот самое, наверное, яркое, это я уже сказала, то, что я впервые, как бы, там увидела ковер. И я там начала тренироваться. Это были и летом, и ездили туда, вот, летние лагеря вот эти. Как бы, я, наверное, больше я узнала детей, больше там каких-то новых, каких-то элементов в тренировках. Вот это вот все оттуда, как бы, пошло. Самое яркое, это, да, то, что я там тренировалась на ковре. У нас такое яркое всегда запоминается. Ваши эмоции на чемпионате Европы 2016 и на Олимпиаде, они были сопоставимы, вот, либо все-таки Олимпиада это что-то другое, эмоции были другими, яркими, запоминающимися? Ну, эмоции, естественно, другие. Европа и Олимпиада, это вообще, не знаю, это в сравнение не входит даже. Но там вы стояли, наверное, на первом месте на пьедестале, здесь на втором. Я на пьедестале стояла на Олимпиаде разочарована вообще, что я не выполнила свою работу по максимуму, как я думала сейчас. Кстати, у нас есть даже где-то фотографии, вот, выражения вашего лица, видно, что радости там не было. Ну, я старалась улыбнуться, но у меня, может быть, в конце, да, но у меня вот не сова получалась. Но потом, я жгу, эмоции, потом они, вот, огорчение проходит немножко, и ты понимаешь, чего ты достиг, чего ты добился. Ну, естественно, а так разное впечатление об Европе и Олимпиаде. Вот, кстати, мы видим выражение лица Марии, когда она стояла. Вот, тут я попыталась улыбнуться, да, и то такая улыбка не очень. Мария, время нашей передачи подходит к завершению, Сергей Николаевич, и мы предлагаем вам пройти небольшой бриц-опрос. Согласны? Да. Отлично. Итак, Мария, я буду говорить якобы от вашего имени, а вы продолжаете. Каждое утро я говорю... Что? Доброе утро, наверное. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, отличный ответ. Я всегда ругаю себя за... Плохие тренировки. Критичный подход. Это таблица, бриц-опрос называется. Что пришло в золото? Едем дальше, да. Может хорошо служиться. Мария, почему хорошо быть сильной? Ты станешь первой. Отлично. Чтобы вывести меня из себя, нужно... Очень постараться. Каким героем... Героем какого мультфильма я могла бы быть? Мамонтенга. Скажи, каким спортом ты занимаешься, я скажу. Кто ты? Самый популярный ответ на этот вопрос. Моя самая большая слабость? Блин. Сладкая? Сладкая. Вот, тренер знает лучше, чем я, да. Да, ему-то виднее. Самый трогательный подарок в жизни? Не знаю. Честно. Что, если ничего не дарили? Прям трогательный, я не знаю. Ну что, как бы тебя за сердце тронуло, ну? Блин, не знаю. Честно. Как-то даже на тебя думалось об этом. Он, значит, впереди самый трогательный. Он, значит, впереди. Это правда. И на закуску каверзный вопрос. Чтобы не упасть в пьедестала, нужно? Много. Работать. Вот так вот. Отключит. Ответь простой такой каверзный вопрос. Мария, ну, напоследок хотим еще вас попросить поделиться планами. На будущее. Это отпуск. Куда-нибудь поехать отдохнуть. Побыть с родными. Зарядиться положительными эмоциями на следующий сезон. И только вот, пока ближайшее, это отдохнуть, да. Все, больше я никаких планов не ставлю дальнейших. Сергей Николаевич, вы за, вы тоже. А я уже давно в отпуске. Я еще не успел с Рима подлететь. Я уже был в отпуске. Ну, мы желаем хорошего отпуска. Мне тоже хотелось бы отдохнуть. Отдохнуть. Мария, и напоследок покажите нашим телезрителям вашу награду. Как мне ее показать? Ваше достоинство. Просто на вытянутой руки. Оператор возьмет крупно. Эту награду Мария Мамашук завоевала своим трудом, а также не без помощи своего тренера Сергея Николаевича Смали. И это по праву, гордости, достоинства нашей Гомельской области. Мария Сергеевич Николаевич, мы вам желаем успехов, плодотворных, продуктивных тренировок в будущем и, конечно же, победы. Победы на Олимпиаде в Токио. И только победы. Мы горды за вас. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Будем работать. Будем работать и стараться, да. Успехов, новых побед и новых достижений. Всего доброго. До свидания. До свидания. Это программа «Добрый вечер, Гомель» и мы продолжаем. Сегодня 1 сентября. Это значит, что сотни тысяч школьников, учащихся и студентов, побывали на линейках и открыли тем самым новый учебный сезон. Не секрет, что самые яркие, трепетные и волнительные воспоминания у каждого взрослого связаны именно со школой. Ведь школа – это фундамент знаний каждого человека. А еще это творчество, это искусство, танцы, музыка и, конечно, труд. Да, с тобой соглашусь, потому что именно в школе, на уроках труда я, например, научился работать напильником. Ну, я думаю, что Саша не один такой, кто в школе чему-то научился. Я, например, хорошо помню из школьного курса уроки ритмики и пения. Кстати, о музыке и вокале. Именно об этих направлениях искусства мы сегодня и собираемся поговорить с вами, уважаемые телезрители. Очередные наши гости – это талантливые, подающие огромные надежды, поющие молодежь, а также их современный и профессиональный руководитель. Воспитанники вокальной студии «Мьюзик Китс» Владислава Кушнирова, Диана Дорошко, Маргарита Яровая, а также руководитель этого объединения Елена Хатьков в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель». Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Елена Валентиновна, расскажите, откуда такое количество наград? Это первое, что бросается в глаза. И, наверное, я думаю, что это серьезное достижение, судя по кубкам, по их разнообразии, по достоинству. Да, у нас очень много разнообразных конкурсов. Мы просто проездили по всей Республике Беларусь. И международные конкурсы в Брянске, в Чернигов, в Солигорск, мы ездили, в Лиду, в Минск. Мы Минск не считаем, мы очень много раз были в этом году, мы только были пять раз в Минске. Именно международные республиканские конкурсы. Елена Валентиновна, в вашей вокальной студии много хороших отзывов. Скажите, какое количество детей занимается в студии, и как долго уже идет обучающий процесс? В студии у нас, как бы, она года три работает, но до этого у меня были сольные исполнители. Вот, например, Влада Кушнирова, она занимается у меня со второго класса. Детей у нас около сорока детей. Вот, есть и индивидуальные занятия, когда индивидуальные, так когда мы готовимся к конкурсу. Очень тепло отзываются родители, воспитанников ваших, о вас, как руководители, да и вообще в целом о вокальной студии. Ну, а Владиславу мы еще знаем как участницу проекта «Юная телезвезда». Она проходила отборочный тур и запомнилась многим телезрителям. У нас Владислава Кушнирова стала победителем конкурса «Азорное юнаство» 2014 года. Это в который проходил в Гомеле. Ну, наверное, достойная награда. Да, очень достойная. Ну, а кроме вот этой победы, какие еще можете, например, привести? Ну, здесь вот «Львенок» у нас есть, вот вы видите, вот на столике вот «Львенок», очень красивые тоже кубочки, тоже у нас лауреаты первой, второй степени. Это из какого? Это «Лида», «Лида». У нас вот «Минск» есть кубки, да. Есть у нас «Солигорск» кубочки, очень тоже международные конкурсы. И она молодец, показывает сразу, как ее, чтобы видели. Да, да, она... Потому что их много. Да, вот у нас есть именные кубочки, которые нам тоже, ну, вручали. И медали у нас, вот с Брянска у нас медали есть. И дипломов у нас в этом году, да, дипломов очень много, около ста дипломов у нас. Только в этом году? Нет, вот 15-16 год. А, за эти годы? Да, за эти 15-16 год. Елена Валентиновна, вы одна занимаетесь вот с детьми или одна вся? А чем объяснить такое количество наград? Это же ваши заслуги, либо просто дети такие суперпилантливые приходят? Вы знаете, у меня как бы идет энергия, и я заряжаю, наверное, детей. Это энергия, и мы вот и родители, все с помощью родителей, спасибо им большое. Да, и финансовая поддержка, и идет какая-то организационная поддержка. Это все тоже благодаря, ну, родителям. Кстати, об этой поддержке. Я извиняюсь, вот насколько она важна от родителей, вот, для воспитания вокального дарования юного? Очень важна. Как бы времени тоже в обрез, не хватает времени на каждого ребенка. И родители дома тоже еще занимаются обязательно, потому что без этого нельзя. Девочки так активно начали реагировать, когда вы сказали про энергию, что заряжаете. Согласны, да, с тем, что действительно или нет? Да, не надо. Как можете охарактеризовать вашего педагога, наставника? Елена Валентиновна энергичная, безусловно, ответственная, она креативная, и у нее всегда в запасе есть еще несколько планов. Что если этот план не сработает, то сработает обязательно другой. Она не рассеянная ни в коем случае, и всегда организованная. Какая хорошая характеристика. Да, очень такая объемная характеристика. Но, наверное, опыт сказывается, ведь, вот, что в плане организации, да, Елена Валентиновна? Как давно вы, вот, занимаетесь этим делом? Ну, вообще, с 2006 года. А сами у вас образование какое-то есть? Или это просто... И имени Соколовского, наше, да, Гомельское, да, и, да. По каким направлениям работаете? И что больше всего детям нравится? Ну, об этом, конечно, у них спросим, но расскажите о направлениях. Ну, это эстрадный вокал. Они очень любят эстрадный вокал, и именно вот такие зажигательные песни, чтобы, как это, душа выскакивала. Вот, они, как бы, любят такие песни. Вот, Диана уже ворвалась в бой, Диана. Какие песни ты любишь? Что ты поешь? Я люблю песню «Хором дарами». Ты ее сама поешь? Одна или у вас... Нет, хором. 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 А Маргарита какие любит композиции? Ну, мне очень нравится своя песня «Волшебницей стой хочу». Ты одна исполняешь ее? Да. Угу. Отлично. Замечательно. Что вам нравится в занятиях в вокальной студии Kids? Мне нравится петь. Петь. А что вы, кроме пения, что-нибудь еще делаете? Танцы разучиваете какие-нибудь? Нет. Нет? У вас нет направления по танцам? Уже надвигаетесь, когда растет? Ну, есть, но я в группу не хожу вообще. А, то есть группа есть, но ты туда не ходишь? Угу. Ты всех покоряешь просто своим вокалом, безо всяких движений, да, на сцене. Мы просто слышали, что в вашей студии также еще вот эстрадные танцы преподаются, да, какое-то направление, либо элементы. Я элементами занимаюсь эстрадными сама. Я даю движения именно сама. Ну, это вполне понятно, потому что исполнитель должен еще двигаться на сцене, иметь правильное право, да? Да, если не двигается, это не... Не исполнитель. Да, 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 это не артист, да. А как вы работаете над подбором репертуара? Ночами. Ночами? Ночами. Потому что днем нет времени, как бы, и каждому ребенку нужно репертуар подобрать индивидуально. И, ну, у меня получается, как бы, хорошо. То есть вот в чем секрет, оказывается, в индивидуальном подходе к каждому ребенку. Обязательно. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Если ребенок занимается хотя бы мне полгода, я у этого же ребенка знаю, как облупленного. И у меня идет, как бы, вот я нашла песню, и я смотрю, ага, вот подойдет, не подойдет, и вот, да, и подходит, и я никогда не сшибаюсь. Да, Валя? Да. Да. Это правда. Да. И мне было такого еще раза, чтобы Елена Валентиновна предложила мне песню, и она бы мне не понравилась или не подошла, или что-нибудь еще с предлогом мне. Всегда все просто на высшем уровне. Лада, с какими песнями ты завоевала наибольший успех? Расскажи. Наверное. У меня была песня, к сожалению, я ее, ну, не к сожалению, а к счастью, я ее по наследству передала более младшему поколению. «Рождение звезды». Это была моя первая сольная песня, наверное, такая мелодичная, очень красивая. Она нравилась мне, она нравилась моим родителям, она нравилась, безусловно, Елене Валентину. Ну, нет, она ее предложила. И вот с этой песней, наверное, большую часть своих наград я завоевала. Хорошо, когда есть такие песни. Ну, вот молодежь-то не пожалела. Влада и смотрится как звезда, правда? То есть и телегиничная внешность, и голос хороший, и речь чистая. Это ваша заслуга, Елена Валентиновна? Или все-таки Влада сама? Ну, надеюсь, что моя. Ну, и наша. Конечно. И родители, скажите. Конечно. Родители, это безусловно. Родители, ну, да, в вокале, как бы, Владу привет, Владу, вернее, Влада маму привела ко мне. И вот с тех пор она начала ходить. Елена Валентиновна, ну, ввиду такой глобальной компьютеризации, не можете сказать, что сейчас интерес вот современного наших деток поколения меньше к пении встал? Нет, я не могу сказать в этом. У меня очень большой наплыв детей. Очень. Но на одну вас 40 человек, я не знаю, как вы с ними справляетесь? Ну, справляемся. Да, несколько групп справляемся. Не думали себе помощника взять? Думала. Думала, конечно, думала. Да, но это нужно еще хорошего помощника найти. Да, надо еще найти. Да, еще, чтобы был хороший помощник. Чтобы была энергия, и азарт был, и глаза горели, как мне родители сказали, что глаза должны гореть, и у вас горит. И чтобы тоже был таким, ну, таким красивым, талантливым, и чтобы всегда все делал на отлично. Мне нравится, как Диана дополняет нашу беседу. Молодец. Елена Валентиновна, расскажите, вот с какого возраста к вам могут приходить дети заниматься? С четырех лет. С четырех? С четырех. Вот Диана, ей сейчас шесть лет, она у меня с четырех лет занимается. То есть с этого возраста уже можно определить, есть вокальные способности, нет у ребенка, да? Конечно, да. А я беру с садиков детей. Да, вот Диана пришла у меня, и она через полгода мы уже уехали в Минск на международный конкурс, вроде бы новой вершины. Мы завоевали первое место лауреатом первой степени, мы завоевали. Отлично. Да. Высокая награда. Если ребенок в таком возрасте хочет петь, но родители по каким-то причинам не усматривают в нем вокальных способностей, вокальных данных, да, его нужно все-таки отдавать в студию и в кружок по пению? Ну, я думаю, что да, нужно, обязательно нужно. Если ребенок чувствует, что, ну, как бы он хочет петь, и если еще есть какие-то голосовые данные, это обязательно. Это вот пример Влада. Вот как Влада взяла маму и привела. А вот говорят, что слух можно, ну, как бы развить, да? Можно развить. Если есть чуть-чуть, если его нет, нет, а если есть чуть-чуть, можно. А как вы определяете, вот на начальной стадии есть слух или нет слуха? Я слушаю ребенка. Да, я слушаю ребенка, он там, например, на фортепиано я там сниму, он там нажимаю ноты, и он за мной повторяет. Или они там элементарную даже в траве сидел кузнечик. Напеть что-то. Да, напеть что-то, какую-то песенку. И все. Ирина Валентиновна, каких педагогических принципов вы придерживаетесь в своей работе? Это нужно, чтобы ребенок был заинтересован обязательно вокалом, а я уже ему помогаю. Какие главные цели деятельности вашего коллектива? Вы знаете, у нас главная цель – это, наверное, энергичность. Если скучно, то зритель этого не хочет смотреть. Девочки, вам не скучно? Ну, судя по девчонкам, им не скучно? Нет. Нет? Маргарита, а ты сколько лет уже занимаешься в студии? Я занимаюсь 4 года уже. Уже целых 4. А сколько же тебе сейчас лет? Ну, немножко старше. 9 уже. На каких конкурсах, либо фестивалях, или концертах ты побывала? Который, может быть, тебе больше всех запомнился? Я была на конкурсе «Лицкий венок». Это международный конкурс. И была на международном конкурсе «Львенок». Тебе понравилось участвовать? Да. В Брянске. Да, в Брянске. Маргарита так сказала, два назвала. Как будто бы только на двух за 4 года была. А может быть, у нее в этих конкурсах был успех? Ах, кто больше всего понравился. Нет? Нет. Да, и были успехи. Но у нас еще есть очень замечательный конкурс, который в Брагине. Международный. Это зорная карусель. Вот они мне подсказывают. Очень хорошие мы призы. Оттуда привозим. Мы постоянно с первыми местами приезжаем. У нас медведи метровые, да? Жирафы восьмиметровые. Да. У нас... Я самую большую игрушку победила. У нас там чайники электрические. Там очень хороший конкурс. Ну, вы молодцы. Вы участвуете во всех конкурсах, во всех мероприятиях. Да, вот сейчас мы хотим ехать. Который ОНТ проводит телеканал-конкурс. Это... Таланты краины. Да, таланты краины. Вот мы уезжаем. 20-го или 21-го мы еще как бы не решили, но мы уезжаем. Как раз хотела спросить, куда на ближайший вы собираетесь? Да, мы собираемся уезжать. Чернигов у нас не получились, так как что-то конкурс там отменили. А так вот. Ну, едем туда. Будем покорять там. Надеемся, что все будет хорошо. Конечно, все получится. Мы желаем, что все получилось. Конечно, безусловно. Только успехов. Ваша вокальная студия работает на базе Центра творчества детей и молодежи Советского района города Гомеля. Все правильно? Да, да. А с какого возраста лучше отдавать детей с трех, с четырех, с пяти? Все-таки есть какой-то норматив? Если касается вокала, то лучше, чем раньше, тем лучше. Вот с четырех, вот это будет прекрасный возраст. Мы вам желаем тогда успехов на конкурсе талентов. Спасибо большое. Пусть все получается, пусть открываются и зажигаются новые звезды, новые вокальные дарования, новые имена. Много вам хороших песен, пусть приносит только удовольствие то, чем вы занимаетесь. Вот вам тоже успехов. Спасибо вам большое. Всего хорошего, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. Уважаемые друзья, музыка – это искусство, которое непременно делает наш мир чище и светлее. Поэтому, если ваша душа хочет петь, ей нужно непременно дать эту возможность. И даже если у вас не очень хорошо получается петь, главное, чтобы с вами всегда была хорошая музыка. Это была программа «Добрый вечер, Гомель». Увидимся ровно через неделю. Хорошего вечера. До свидания. Мы поднялись не по будильнику, Сами собрали свои рюкзачки. Рядом идут с модным мобильником, В школу торопятся выпускники. Эй, смотрите все на нас, Мы идем в первый класс. Первый, значит, лыжи класс, Пропустите нас. Первокласски, всюду первокласски, На ступеньках школы суета. Нас за ручку с мамами не страшно, Страшно встретить черного кота. Скоро звонок, спит на улицах, Шум голосов и начнется урок. Главное пора, поголонуемся, Черный котенок сбежал на порог. Мы здесь главные сейчас, Нас не ждут в первый класс. Первый, значит, лыжи класс, Пропустите нас. Первокласски, всюду первокласски, На ступеньках школы суета. Нас за ручку с мамами не страшно, Страшно встретить черного кота. Первокласски, всюду первокласски, На ступеньках школы суета. Нас за ручку с мамами не страшно, Страшно встретить черного кота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok